Уйти с последнего места, хорошая мотивация, еще одна для воронежских футболистов, хороший, прекрасный, я бы даже сказал. А теперь разжимается пружина футболистов факела и приходится Сахалину, знаете, так, мужские болельщики и пока в этом отношении все остаются в неведении, посмотрим, что будет, посмотрим, что будет и в этой атаке, хороший заброс в штрафную площадь, обрабатывает мяч Пухов, по флангу ходит, простреливает Красов, бить по воротам. Довольно прозаично и несколько печально для нашей команды, счет был 5-1, хотя в итоге Емлиханов, какой обрез сейчас дарит мяч соперникам и удар по воротам, Даровских провожал его взглядом, но первые игроки Сахалина на подборе хорош крюков, Емлиханов обыгрался и снова на фланг, и снова подача мягкая, удар! Шипилов, а вот это было хорошо, это было в створ и только защитники выручают. Через центральных полузащитников, атака, как правило, у факела в этом матче начинается, Мамкин с правого фланга, Крюков до него мяч доставил, Мамкин, штрафную заброс, Шипилов головой, угловой, неприятно. Красов подача в штрафную, Хорошилов первый на выходе, подбор за Мамкиным, Неплюев возвращает мяч штрафной, вот теперь нужно через фланг сыграть, так и поступает пятый номер Воронежцев. Красов, Неплюев его подключает, Неплюев с левой ноги, борьба в штрафной. И посмотрите, как в этой борьбе хорош факел, удар поворота. 42, представляете? Ох, какая ошибка, и Даровских выходит эту ошибку. Вритина, поэтому его легко на поле различать. Падение в штрафной, Коломытцу выручает сейчас Сафронов. Пару седых волос на голове Даровских прибавилось. Коломытцу в штрафную, и какой удар, и снова защитники выручают Даровских. Шанин, мяч штрафной, борьба, там все закончилось без последствий. Красов, Красов долго он размышлял над тем, в какой стороне находятся чужие ворота. А теперь Масляк в штрафной площади, Масляк. Факел теперь будет искать возможности в штрафной зацепиться за этот мяч. И посмотрите, какой, если это было решение осознанное, а не перебив навеса, то... Подача в штрафную, хорошая подача, и... Мяч не упускает Катиновасов. Такой интересный футболист, один из лидеров команды по системе гол плюс пас. А пока Неплюев на правом фланге, Неплюев в штрафную, хороший момент. Пухов рядом был. Необходимо, конечно, до реализации еще поработать. Я не знаю, каким образом это можно сделать в перерыве, но в любом случае шансы еще будут. Еще один момент у Пухова. Пухов, мяч обработать. Пухов, удар поворотом. Совсем был близок для Романа, но... Катиновасов будет вполне возможно метить непосредственно в створ ворот. Катиновасов, разбег, так и получается. Даровских надежен. Разыгрывает факел угловой удар. Подача идет. Ну, прямого удара сразу не получится. А вот Крюков на подхвате и на подборе неплох. Крюков контролирует мяч. Крюков отдает пас назад. Неплюев. Крюков очень аккуратно, Неплюев на Бабенкова. Скидка хорошая и касание нужно. Пухов. Удара нет, есть передача. И как же можно было промахнуться. Понадежнее, поспокойнее и так поувереннее выглядеть полузащита факела. Пухов эту передачу обработал. На Красова. Красов удар, но под мяч нога легла. Не на подъем, а на нарушение правил. Не грубым, но на желтую. Шипилов в штрафную площадь. Красов. Момент у Красова. Удар Красова. Хорошилов. Покинул горизонтальное положение. Переместился вертикально. Атака. Пухов увидел подключение Красова. Красов слета. А вот это было намного лучше, чем в прошлый раз. Перцев добавляй. Добавляет Перцев. Илья Мамкин вариантом продолжения атаки. Шипилов умеет мяч из-за боковой Брасова. С Химлихановым они обыграли. Шипилов заряжает штрафную на Красова. Красов скидывает. Ну не оказалось в Перцево там. Пухова тоже не было. Ну а теперь все. Внимание в штрафную площадь. Подача. Борьба. Скидка. Штанга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин. Субтитров А.Семкин